Сейчас разговаривала с Аней Смольниковой. Мама у нее, вот говорю, в органах. Это сестра Смольникова. Короче, 170 уже привезли трупов. Мешки закончились, все пиздец. Короче, там погибших внутри около 400 человек. 355. Это МЧС передает. Всех повызывали, нахуй. Все ночью дежурили. В том числе и я, ее мать. Вот такая цифра, девочки. Если честно, я немножко в шоке. Сейчас, прикинь, звонил Андрюха, с кем я мешки-то ввожу из-под угля древесного. Вот Дубровку, там Анжерку. У него, короче, жена в больнице работает. Утром, короче, рано-рано утром прикатили 150 человек, там 148 что ли. И сказали, короче, следом потом еще привезли 20 с лишним. Было 157. И позвонили вот уже не так давно. Сказали готовить, короче, еще на 80 человек, ебать. Это пиздец там, короче. Из взрослых там было всего около 30 человек. Все остальное, прикинь, было дети. Пацан звонит, говорит, ему позвонили с Чебулы, вот под Мариинском. Оттуда вчера загружали 4 автобуса детей. Приехали на новую премьеру мультиков. И их, короче, что-то там непонятно зачем, почему в кинотеатре. Закрыли они, смотрели вахтерши, чтобы они не убегали. Закрыли и ушли, короче. Прикинь, не все дети, нахуй, из-за этого погибли. Потом приезжал в Трещи автобус. Один автобус с Томска и один автобус с Топков. Короче, весь этот народ, который погиб, это все были дети. Там только третья часть процентов были взрослые люди. Все остальные были дети. Там, короче, это Андрюха сказал, ебать. Тулеев, нахуй, сказал, не вздумать разглашать, иначе всем пизда. А количество человек даже не вздумайте разглашать, пока я не уйду в Атшавку, прикинь. Тань, да ясное дело, что сейчас об этом не будут говорить, что больше 100 человек погибло или сколько. Сейчас говорят все по минимуму. Они же тоже понимают, что кипиш какой в стране начнется. Там уже с Москвы прокуратура приехала, там ФСБшники у меня, у знакомого, просто товарищ ФСБ. Он говорит, уже с Москвы все, проверка уже здесь. Уже, то есть все в Москве знают, что траур такой. Сейчас просто голову полетят. Администрация наша по-любому поменяется. Ну, это прям вообще дурдом, блин. А все из-за того, из-за чуры, блядь, что. Говорят вообще теракт, что видео показано в интернете, что люди, которые в зале были в кинотеатре, они выйти не могли. Они знали, что пожар, двери кто-то подпер. То есть двери были заблокированы. Прям пацаны ногами двери пытались вынести, выломать. А двери кто-то подпер с той стороны. Говорят, что теракт. Сейчас женщина вез. У нее подружка, короче, вот она сейчас к подружке приехала. С двумя детьми там была. Говорит, в батутном центре. Какой-то, говорит, не русский, с бородой. С бородой не русский и подъехал, получается. Ой, подбежал, говорит, к батуту. Поджег, говорит, батут. Все, загорелся батут, потом, говорит, взрыв. И все, говорит, и люди, говорит, все побежали. Пожар, пожар, пожар. И этот, говорит, бородатый выбежал, говорит. Все, как бы, говорят, что теракт. Но я тоже не знаю, думаю, если там, как бы, люди, которые с кинотеатра были там. И что прям на видео показано, что пацаны снимают сами, как бы, там, они пока живые были, пытались выйти. Они говорят, нахуя кто двери закрыл? Двери закрыты, двери заблокированы. И они прям выносили. Ну и, видимо, вот этот зал, когда крыша обвалилась, пожарники же добрались. И вот сейчас вот знакомый в пожарнике работает тоже, Женька. Он написал, что, говорит, спортзал открыли, ой, кинозал этот открыли, говорит, до туда добрались. Просто, говорит, там полный зал трупов. Просто полный зал трупов. Они не знают, где мешки брать под тела. Просто, ну это дурдом, это реально, это трава.